Есть ли принципиальная разница, в какое время дня лучше проводить тренировку? И что об этом говорят научные данные? Сегодня мы обратимся к исследованиям ученых из Вильямсбурга, США, а также к данным исследований ученых из Вашингтона, чтобы понять, в какое время суток наш организм способен максимально эффективно включиться в работу. В исследованиях ученых из Вильямсбурга приняли участие 100 здоровых нетренированных мужчин, которые проводили тренировки в разное время – в 8 часов, 12, 16 и 20 часов вечера. Результат исследований показал, что активация быстро сокращающихся мышечных структур, которые отвечают за поднятие тяжести, лучше тогда, когда температура тела выше, то есть во второй половине дня. Таким образом, американскими учеными был установлен временной интервал наиболее эффективного проведения силовой тренировки, которым стал период с 16 до 20 часов. Также у испытуемых были измерены уровни гормонов, которые отвечают за рост мышечной массы и за ее разрушение – это тестостерон и кортизол. Было установлено, что при условии отдыха в первой половине дня повышение уровня тестостерона выше после вечерней тренировки, при том, что уровень кортизола, который разрушает мышцы, в вечернее время минимален. В свою очередь, ученые из Вашингтона утверждают, что тренироваться необходимо в зависимости от типа телосложения и скорости обмена веществ. Так, эндоморфам, имеющим медленный метаболизм, необходимо тренироваться в первой половине дня, чтобы сделать основным источником энергии внутренние запасы жира и других питательных веществ. Эктоморфам, то есть худощавым парням с быстрым обменом веществ, лучше наоборот тренироваться в вечернее время, чтобы к моменту тренировки из пищи было получено уже достаточно питательных веществ. А парням со средним телосложением и обменом веществ, то есть мезоморфам, подойдет средний вариант, и они могут тренироваться как утром, так и вечером. Но не нужно забывать о том, что каждый человек обладает собственными биоритмами. Одни испытывают высокую работоспособность в первой половине дня, другие – вечером. И на это также нужно ориентироваться. Кроме того, нельзя недооценивать факт приспособления организма к определенному ритму жизни. Если вы будете постоянно тренироваться примерно в одно и то же время, организм к этому тоже приспособится. Скажу по практике, что за все годы тренировок я занимался и в 7 утра, и в обед, и вечером. И это просто дело привычки. А результат приносит правильно построенный тренировочный план и схема питания, который можно легко подстроить под любой режим. Мои программы тренировок и упражнения как в домашних условиях, так и в тренажерном зале вы найдете в моих статьях по ссылкам прямо под этим видео. Пишите в комментариях, в какое время тренируетесь вы и какое время тренировок считаете оптимальным. И обязательно подписывайтесь на мой канал. А если понравился ролик, ставьте лайк. С вами был Александр Добромиль. Пока!